Что у нас сегодня будет? У нас сегодня алгоритм куб канена. Построение собственного дерева. Такая важная штука, которая может решить много разных задач. Что у нас интересно в суффиксном дереве? Суффиксное дерево это такое дерево, которое является буром всех суффиксов. Картинку я не нарисовал для этой строки, но нарисовал для следующей, потому что если суффиксное дерево рисовать для произвольной строки, то там количество вершин в среднем может быть порядка n квадрат. Если все строки, если все суффиксы, если все символы различаются, там будет просто n квадрат, потому что у нас каждый новый суффикс будет сразу являться отдельной веткой от корня. Но интересно сжать суффиксное дерево, потому что это можно сделать. Очень много вершин имеет ветвление 1. Можно сделать так, чтобы если у нас есть цепочка из ребер в нашем боре, то мы можем несколько подряд идущих ребер объединить в одно ребро и просто на нем прописать все эти символы. Конечно же экономии по памяти на этом не будет, если прописывать сами символы. Но так как у нас есть исходная строка и эти символы это на самом деле некоторые подряд идущие символы одной строки, вот той самой текста, которому мы хотим построить суффиксное дерево, то имеет смысл не хранить все эти символы отдельно, а сделать на ребре хранение информации только координаты этого подотрезка. И тогда у нас на одном ребре будет храниться константное количество информации. И если бы ребер оказалось линейное количество, то и размер общего собственного дерева был бы линейным. Давайте именно на этом примере посмотрим. Вот у нас есть такая строчка A, B, C, A, B, D, доллар. Про доллар я еще отдельно скажу. Мы его будем добавлять. Это штука, которая нам позволит избавиться от терминалов, которые могут находиться на промежуточных вершинах или где-нибудь серединных ребер. Чтобы этого избежать, вот добавляется доллар. Давайте просмотрим на эту картинку понимательней. Давайте начнем с самого простого. А вот здесь, кстати, нет самого короткого суффикса. По идее, должен быть еще суффикс доллар. Надо иметь свадьбу. Тут еще одна ошибка есть, тоже надо ее исправить. Это я стащил с интернета картинку. А вот D, доллар. Вот у нас самый короткий суффикс. Вот он есть. Потом мы смотрим на суффикс B, D, доллар. B, D, доллар. Но, кстати, алгоритм Макрейта, он как раз примерно так и смотрит. Он с конца разбирает строчку. Алгоритм Укканина сначала. Мы как раз будем рассматривать алгоритм Укканина. Сейчас примем. Вот. Который постепенно добавляет очередные символы в конец строки. В конец всех строк построенного дерева. Вот. Так, вот мы посмотрели D, доллар. B, D, доллар. А, B, D, доллар. Вот. А, B, D, доллар. Здесь тоже он есть. Потом C, A, B, D, доллар. Вот он один. Так как нет других строк, начинающихся на C. C единственный символ. То это отдельное такое ребро, которое сразу идет в вершину B. И все хорошо. Так. Дальше. Что тут еще интересного есть? B, C, A, B, D, доллар. Б, C, A, B, D, доллар. Так как есть уже тоже суффикс B, D, доллар, то здесь есть промежуточные вершины, которые отдельно D, доллар. Отдельно C, A, B, D, доллар. A, B, C, A, B, D, доллар. Вот он A, B. C, A, B, D, доллар. И вот здесь как раз ошибка. Видите ее? Здесь вот неправильно подписано. Здесь должно быть C, A, B, D, доллар. Сейчас. Где мой поинтер? Вот он поинтер. Почему не перестал работать? Здесь вот букву D написать. Я не исправлю. И A, A, B, C, A, B, D, доллар. Да, так как из A больше нету никаких ребер, которые тоже начинаются с A, A, то весь A, B, C, A, B, D, доллар – это отдельное ребро. Вот. Почему их линейное количество? А что означали символы в вершинах этого дерева? Они же, конечно, не относятся к суффиксам. Да, они не относятся к суффиксам. Я уже говорил, что я стащил эту картинку. Мне кажется, это процесс построения суффиксного дерева и разметка вершин, но я могу здесь сшиваться. Давайте я посмотрю на то место, откуда я стащил, и потом либо исправлю картинку, либо здесь допишу, что они означают. Так. Ну, кстати, может быть, у вас какие-то мысли есть, что они означают? Но так вот, сходу нет. Мне кажется, это процесс куска алгоритма Упкунина. К сожалению, картинок не очень много с хорошим построением именно самих сжатых суффиксных деревьев. Наверное, будут свои рисовать тогда. Так. Ну вот, доллар — это самый длинный суффикс, может быть, из-за этого. Что значит это? Это «а»? Не знаю. Да, интересно, на самом деле. Как будто бы это какой-то символ. А что это решетка означает? Ну ладно. Пока сходу непонятно. Разжатое суффиксное дерево. Сжатое суффиксное дерево гораздо меньше имеет вершин. Почему? Потому что в нем… Давайте дам утверждение. Если в нем n листьев, тогда нелистовых промежуточных вершин меньше либо равно, чем n-1. Промежуточные вершины имеют степень к линии как минимум 2. Поэтому можно доказать по индукции, как мы делаем. Пусть p — это количество промежуточных вершин. Для n равного единицы, когда у нас один лист, значит, у нас одна единственная вершина в дереве, значит, в нем промежуточных вершин нет. Все верно. Предположим, что для всех k меньше либо равных n. Утверждение верно. И у нас промежуточных вершин меньше либо равно, чем n-1. Ну, меньше либо равно, чем k-1 для каждого k. Докажем для n плюс 1. Возьмем дерево, рассмотрим его корень. Здесь некоторые, если корень, то, допустим, пусть он имеет степень 2. Для степени и больше утверждение будет аналогично доказываться, но здесь будет больше поддеревьев. Давайте сначала для двойки рассмотрим. Пусть в левом поддереве у нас l1 листьев, а в правом поддереве l2 листьев. Тогда суммарное количество листьев — это l1 плюс l2. Но по предположению индукции, значит, в левом у нас меньше либо равных, чем l1 минус 1. А в правом меньше либо равных, чем l2 минус 1 тоже. Тогда общее количество промежуточных меньше либо равных, чем их сумма. Их сумма — это… А, и еще плюс 1, потому что корень еще нужно. Вот. Сейчас, секундочку. Получается, что это меньше равных, чем количество листьев минус 1. Доказали. Если там будет степень больше, чем двойка, то здесь будет больше таких сумм. Здесь будет сумма, да, по сути, l и тых минус 1 плюс 1 в конце для корня. И сумма l и тых — это будет сумма всех листьев, числа всех листьев. Потом здесь будет минус сумма единичек в количестве и штук плюс 1. Это корень. Получается, тут будет число меньше минус 1. Так, терминалы, да, вот про них я уже немножко сказал. Хочется избавиться от терминальных вершин. И там вот в том примере, который был в самом начале, это там в конце ставили доллар. Зачем это делается? Если этого не делать, то последний символ, да, когда мы его добавим, некоторые суффиксы, некоторые суффиксы, они могут быть, являться суффиксами других суффиксов. То есть они могут входить в дерево и останавливаться где-то в промежуточных вершинах или в промежуточных позициях. Какая есть полезность у листьев? Что если мы избавимся от них, то нам не нужно специально как-то хранить эти позиции, например, когда у нас она находится на ребре. Потому что в сжатом суффиксном дереве, да, напомнилось, что в нем нет вершин степени 1, у которых ровно 1 спуск. Мы их сжимаем. Поэтому что-то специальное оградить для терминалов, разделять специальную вершину из-за того, что в ней хочется разместить терминал, не хочется. Хочется, чтобы не хотелось, да. Вот. Плюс это немножко еще упростит именно создание сжатого дерева, потому что в алгоритме Упканина, когда идет добавление, там мы после добавления очередного символа будем останавливаться где-то в середине дерева. И чтобы закончить алгоритм, хочется разметить все концы суффиксов каким-то специальным образом, ну, как-то их выделить, вычленить и дойти до корня. Добавление этого терминала в конец еще упростит алгоритм Упканина. Нам не нужно будет думать об специальном окончании алгоритма. Ну, плюс, когда у нас есть просто ветвление, и мы знаем, что в прежедушных вершинах нет терминалов, а все они находятся в листях, и только в листях, то это немножко упрощает решение некоторых задач. Ну вот, значит, мы добавили к исходной строке этот доллар, и они все у нас оканчиваются в листях. Суффиксные ссылки. Суффиксные ссылки будут точно таким же, как в алгоритме Ахкарасик. Единственное отличие, что раньше суффиксная ссылка, это была ссылка на наибольший суффикс, а тут у нас, так как в суффиксном дереве у нас все суффиксы хранятся, то такой проблемы нет. У нас всегда суффиксная ссылка указывает на суффикс, который на единичку меньше. То есть если у нас есть в дереве некоторая строчка АС, для нее есть некоторая вершина В, то вершинная соответствующая строке С она будет суффиксной ссылкой вершины В. Давайте я здесь немножко стал рисовать. Про Джокер стал еще пока, про Джокер еще скажу. Вот. Пусть есть некоторая строчка. А видно сейчас вот скетч? Я вот стал рисовать сейчас вот здесь. Да, видно. Ага, отлично. Так. Здесь вот хотел написать, что это соответствует строчке АС. И хочется взять другую какую-то строчку. Вот. Ей соответствует другая позиция. С. Ой, извините. С, да. И Стоиксной ссылкой будет ссылка, ведущая. Это просто ссылка из вершины на ту вершину, которая является стоиксом. Какая-нибудь здесь эта, или она другая? Картинка. Так. Дальше. Ой. Не туда. А что-то не туда. Все. Переходим теперь к алгоритму. Как построить сжатое суффиксное дерево. Будем ее строить постепенно. Добавляем по одному символу, как я уже говорил. И у нас будет переход от строки С к строке СА. Мы построили кусочек исходного текста, строчка С. И хотим добавить новый символ. Что для этого нужно сделать? Нам нужно продлить каждый суффикс строки С символом А. Давайте я все-таки вот так. чтобы переключаться быстро. Вот, допустим, у нас был, были несколько, давайте здесь немножко справа, будет здесь С. Позже не работает. Есть некоторые суффиксы исходной строчки С, есть самый длинный суффикс, сама вся строчка С. Есть более короткие, которые на единицу меньше. И вот все эти суффиксы, их нужно продлить. И здесь правильно нарисовать целую цепочку таких суффиксов. Давайте я их уберу. И у нас их много-много-много суффиксов. Из каждого следующего суффикса мы переходим в суффикс меньше единицы. И каждый из них должны продлить символом А. И на это нужно время. Здесь я не совсем правильно нарисовал. Но здесь вот эта вершина, она является вершиной. Хотя на самом деле мы можем в настоящий момент, когда переходим по суффиксным ссылкам, быть не в вершине. Мы можем находиться на середине какого-то ребра. Так как у нас сжатое суффиксное дерево. Сжатым, значит, так как нет у нас там прежуточных вершин степени 1, то нахождение под текущую позицию в суффиксном дереве мы будем определять парой то ребро, на котором мы находимся и сдвиг относительно начала этого ребра. Здесь может быть некоторая вершинка. Некоторая вершинка. Давайте отделим вершинку. От нее есть некоторое длинное, возможно, ребро. Другую. И позиции, может быть, находятся где-то на середине ребра. Так как у нас есть координаты в каждом ребре, начало-конца, соответствующие исходной строке, координатам исходной строки, то, зная некоторую позицию, мы с легкостью можем определить, на каком символе мы сейчас находимся. Какой символ сейчас добавлен, какой будет следующий в этом ребре. Вот. И переходя по суффиксным ссылкам от текущей позиции, мы по факту, когда мы находимся на ребре, у нас этих суффиксных ссылок не будет. И это основная сложность алгоритма Упканина отсутствия суффиксных ссылок для всех позиций. Ну, потому что если их строить отдельно для каждой позиции, то это будет квадрат. Память это не столько того, конечно. Вот. Как мы будем строить сжатое дерево? Вначале посмотрим, какие суффиксы нам нужно продлевать. Какие они бывают по типам? Бывают листья. Это те суффиксы, в которых нету дальше никаких переходов. Вот самый длинный суффикс, то есть вся строка S, которую мы уже построили, она является листом. Ей нет никаких переходов. То есть нет никаких переходов по тому символу A, который нам надо добавить. Потом переходим дальше по суффиксной ссылке. И там мы сможем, можно тоже быть, снова пойдем в некоторый лист. И тут может быть довольно много таких типов. Давайте их разметим. Здесь вот тип 1. С точки зрения добавления символа A. Здесь тоже может быть тип 1. Здесь нету... Эти ли, эти вершины, точнее эти позиции являются в некотором смысле полностью листовыми и дальше под ними ничего нет. То есть это концы добавленных ребер. И когда мы захотим добавить сюда вершину A, давайте посмотрим, как это может быть выглядит. вершина A добавляться и хотим. Если вот здесь будет так, и здесь будет A, то вот эта вершина, которая была листом, она снова... она будет иметь степень 1. И, конечно же, так делать нельзя. на самом деле здесь есть некоторое ребро, которое было... ведет в этот лист. И добавление к листу ребра A означает, что мы на самом деле должны продлить это ребро на единичку. И так как оно изначально было листом, то есть на самом деле его конец, здесь гарантированно эта вершина типа 1, которая является листом, она гарантированно заканчивается в конце строки S. И вот здесь тоже, да, мы переходим к меньшему-меньшему суффиксу, здесь находится конец строки S. И ребро, которое ему соответствует, так как оно листовое, оно... это ребро, оно тоже имеет координаты конца строки S. То есть, в принципе, это ребро могло бы быть, могло бы присутствовать в разных местах строки S, но именно это ребро, так как оно является листовым, то есть у него конец листовой, то у него обязательно координаты совпадают с концом строки S. И поэтому, когда мы добавляем вершину A, мы должны сделать, по идее, да, мы должны во все эти места добавить вершину A. Нам приходится этот ребро просто продлевать. Мы заменяем на этом ребре, по факту, мы не будем, конечно, давлять новых вершин, мы заменяем на этом ребре конечную координату. Мы здесь должны заменить конечную координату, здесь должны заменить конечную координату и так далее. И переходя по собственным ссылкам, мы некоторое время идем по листьям. Здесь дальше будет тоже, возможно, лист какой-то. А в какой-то момент мы, переходя по собственным ссылкам, от текущей позиции идеологически попадем в такую вершину или в такую позицию, правильно сказать, относительно которой добавление уже будет вестись не в лист, а мы попадем куда-нибудь в, например, в ребро. Или попадем в промежуточную вершину. То есть в какую-то позицию. когда мы в нее попадем, нам нужно понять, а есть ли там переход по А. Про Джокера я попозже скажу. Вот, давайте напишем если в них нет перехода по А, то давайте обозначим такой тип вершин вершинами типа номер 2. а если у них нет перехода по а, а если у них есть переход по а, то это будет вершина типа 3. Мы будем переходить. Оказывается, что суффиксные ссылки устроены следующим образом относительно добавления символа а. Здесь у нас были листья, 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 листья. Потом мы попадем в какой-то момент в вершину, которая будет не иметь, не вершина, а в позицию, которая возможно не имеет перехода по а, и переходя по ссылкам, мы будем проходиться все по тем же вершинам, которые не имеют перехода по а. То есть это будет вершина типа 2. И в какой-то момент мы попадем в вершину, в которой есть переход по а, или позицию. И вот оказывается, что если мы переходим из вершины 2, то мы не сможем снова попасть в лист, не может быть такое, что мы были не на листе, а потом попали в лист. И если мы в какой-то момент нашли вершину или позицию, из которой есть переход по а, давайте я его нарисую. Здесь есть переход по а, и он не наш, он старый остался от дерева. Следующие соответственные ссылки, которые ведут из этой вершины типа 3, у них тоже есть оказывается переход по а. И это может быть как позиция обычная, так и вершина промежуточная. Но в данном случае позиция. Давайте обозначим, что дальше будут только вершины типа 3. Так, все вроде бы. В самом конце, когда мы закончим проходить все суффиксы, мы окажемся в самом коротком суффиксе, имеющем длину 1. И следующий суффикс, это будет суффикс, который ведет корень, точнее суффикс, ссылка будет ввести в корень. Вот, давайте здесь тоже паршек с рисунком. Далее, да, здесь будет переход. Ну вот, так получается. Здесь везде есть переходы по а, и поэтому вот на самом деле алгоритм Уканин будет работать только с вершинами типа 2 и заканчивать свою работу в вершине типа 3. Так, вернемся к презентации. Вот, получается у нас есть те промежуточные позиции, из которых нет перехода по а, промежуточные позиции, из которых есть переход по а. Это мы рассмотрели все возможные окончания суффиксов строки s, для которых мы уже построили текущий суффикс на дерево. Сжатый. Вот картинка, собственно, была. Леммы. Если из некоторой позиции есть переход по символу а, то из его суффикса тоже будет переход по символу а. На картинке это означает, что из перехода 3 мы переходим снова в вершину типа 3. Почему это так? Потому что если есть некоторая строчка ta, то ее суффикс тоже присутствует, суффикс t, это вот следующая вершинка 3, и она тоже присутствует, имеет продолжение символом a, потому что исходная строка ta была представлена в тексте. Значит, ее суффикс плюс символ а и все ее суффиксы плюс символ а также присутствуют в тексте. Поэтому здесь везде есть продолжение символом А. Это понятно, да? Следующая лемма. Про позиции и промежуточные вершины. Мы не хотим строить софиксные ссылки для всех позиций, но готовы строить софиксные ссылки для всех промежуточных вершин, которых не надо. Пр промежуточных вершин – линейное количество, поэтому что будем делать? Строить только софиксные ссылки для них. И вот окажется, что софиксные ссылки из промежуточных вершин ведут тоже к промежуточные вершины. Поэтому их будет строить довольно удобно. Не нужно будет заморачиваться тем, чтобы в софиксную ссылку класть ссылку на какую-то позицию в середине ребра. Почему это так? Если есть некоторая строчка АС, которая может быть продолжена строками Х и У, то есть у нас есть некоторое разделение. Здесь у нас было некоторое разделение. То, переходя по ссылке, это разделение и там окажется, потому что означает, что исходная строчка АС, Х была во всем тексте и АС, У была в тексте. Ну, значит, Х, Х и С, У тоже присутствуют в тексте и в дереве, а значит, С – промежуточная вершина или корень, потому что С может быть пустой. То есть, переходя к корню, мы также будем получать наличие нужного нам перехода. Например, если у нас был переход по А, то и в корне он тоже будет. Вот, поэтому мы будем хранить суффиксные ссылки только для проезжуточных вершин. Как будет устроен переход? Когда мы добавляем символы А, вот мы рассмотрели все возможные символы А. Мы рассмотрели все возможные суффиксы относительно добавления этого нового символа. Они у нас были трех видов. Либо это листья, либо это вершины, в которых нет перехода по А, либо вершины, в которых есть перехода по А. И они всегда выстроены вот в таком порядке. Из листа мы попадаем либо в лист, либо в вершину типа 2, либо сразу в вершину типа 3. А из вершины типа 2 мы попадаем либо в вершину типа 2, либо в вершину типа 3. Еще возможен корень. Ну вот отдельно сейчас про него поговорим еще. Вот когда они добавятся, у нас здесь везде появится. Вот здесь вот уже добавлена вершинка A. Здесь добавится сейчас вершинка еще одна. Добавим, потому что здесь не было переходов по A, их надо добавить. А здесь есть переход по A. И вот так как он дальше везде тоже есть, то означает, что его добавлять не надо. И можно остановиться. Остается что-то придумать с этими суффиксами, являющимися листьями. И останется добавлять только у вершин типа 2. Давайте посмотрим, что происходит с этими вершинами, когда мы уже добавили символ A и хотим добавить следующий символ B. Кажется, вершина типа 1, она останется в вершине типа 1, потому что она была листом и останется листом. Мы добавили новое ребро. В вершине типа 2, что происходит? Мы добавляем, мы добавляем некоторое новое ребро. Что здесь было? На самом деле мы находились на некоторой позиции, на которой что-то было там дальше, продолжение какое-то было, оно нас не интересует сейчас. Но там главное, что не было перехода по A. Поэтому из вершин типа 2 мы добавляем новое ребро с вершиной A. И это получается именно разветвление. То есть позиция типа 2 превращается в промежуточную вершину. Почему? Потому что раньше здесь какой-то переход был, он не был по A, и если это была промежуточная позиция внутри некоторого ребра, то это ребро надо разломать. Разломать, сделать там новую промежуточную вершину и сделать ответвление на новое ребро. И это новое ребро, это будет конец суффикса. Какие у него будут координаты? Его координаты будут конец текущей строчки S, A. То есть это будет длина S, длина S плюс 1. Сначала и конец. И это будет лист. Поэтому эта вершина, независимо от того, какой будет следующий символ, она превратится в вершину типа 1. И так произойдет со всеми новыми вершинами, сравнивавшимся из позиции типа 2. А что произойдет здесь? А здесь неизвестно, что произойдет, потому что когда мы перейдем по символу A, возможно, мы окажемся где-то в середине ребра. Пришли по символу A. Возможно, мы перейдем в промежуточную вершину тоже. Это не важно. Давайте я пока больше не рисую, куда-то открытый не идет. Важно посмотреть, а что дальше будет с символом B? По символу B здесь есть переход или нет? И вот оказывается, что может быть и то, и другое, естественно. Поэтому здесь может быть как тип 2, так и тип 3. 2 или 3. Давайте считаем, что здесь вершин типа 2. тогда новые вершины, которые будут добавляться, она здесь будет ответвляться точно так же, как здесь. Но на ней уже будут подписаны координаты символа B. В какой-то момент мы так ходили-ходили по всем этим вершинам. Повторили, на самом деле, то, что у нас было в самом начале. Переходы от единичек к двойкам. Может быть, несколько вершин типа 2, а потом в конце будет вершина типа 3 опять. Так. 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 И всякий раз, когда здесь будет вершина типа 2, на ее месте будет, точнее, позиция типа 2, на ее месте будет образовываться новая вершина промежуточная. Так. Ну вот. Это был рассказ про то, как устроен переход после перехода. Если у нас был переход по символу A, и у нас были некоторые вершины типа 1, 2, 3, то единички останутся единичками для символа, для добавления следующего символа B. Двоечки станут единичками. А троечки станут либо двойками, либо тройками, но выстроятся в соответствующем порядке. Вначале будут двойки, потом тройки. Но там точно не лист, потому что там... После того, как мы сделали переход по A, здесь что-то есть. Здесь это какой-то кусок другой строки. Он длиннее. Точнее, его координаты находятся где-то сзади. Вот это вот ребро, по которому мы перешли по существующим, у него координаты строго меньше, чем наши координаты текущего добавляемого символа A. Поэтому там как минимум что-то есть, и всякий раз, когда мы туда переходим, там эта строчка в каком-то смысле продублирована, и там точно нет листа. Вот. То есть там всегда вершины либо типа 2, либо типа 3. Что остается сделать? Остается добавить... Остается разобраться с единичками. То есть, когда мы добавляли символ A, мы его по факту добавили только в вершины типа 2 и в 1. А в тройке его добавлять не надо, потому что там уже был переход по A. Нам достаточно перейти по символу A, и все дальнейшие переходы по ссылкам от этой вершины, от новой, которая будет здесь со временем, или от позиции от этой, они все будут ввести, вот эти вот умозрительные ссылки, они будут ввести уже существующий переход по A. Поэтому здесь делать ничего не надо. Никакие ссылки существующие продлевать не надо. Но нужно будет их продлевать следующим символом B. Потому что там, может быть, появится вершина типа 2. Что делать с листьями? Листья предлагается сразу сделать бесконечным. Потому что всякий раз, когда мы обрабатываем листья, почему это сводится? Мы берем ребро, его начало, конец, и мы удлиняем конец на единичку. Мы к концу прибавляем плюс 1. Можно сразу сказать, что добавляя новое ребро, которое листовое, сразу скажем, что оно ведет из позиции K в бесконечность. И тогда не нужно будет его продлевать. Это некоторый хак. Почему? Потому что потом в эти ребра мы когда-нибудь, возможно, по собственным ссылкам придем. И будем по ним спускаться. Если бы мы в них оставили какое-то фиксированное значение, мы, кстати, могли бы оставить там N, общую длину строки. Но если бы там оставить что-то меньшее, то, переходя по этому ребру ниже, мы, возможно, уперлись бы в его границу. И удобно считать, что оно сразу же простроено до конца. Конечная позиция там действительно N, можно бесконечно смажем N. И поэтому нам не потребуется заниматься этим продлением каждый раз, потому что мы занимаемся только продлением. Нужно будет работать только с вершинами типа 2. И когда мы переходим от вершин типа 2, добавляя вот эти вот новые ребра, A здесь, A здесь добавили, да. В какой-то момент мы перейдем к вершине типа 3. Дальше делать ничего не надо. И, переходя вниз, мы попадем в первую вершину типа 2 относительно добавления символа B. Важно, что, переходя вот по этим двойкам, мы можем вот эти переходы тоже забыть. Мы их тоже будем делать бесконечными ребрами. Это же листья новые. Они у нас единички. Поэтому, переходя по этим двойкам, мы про них забываем, доходим до тройки и всего-навсего просто спускаемся вниз. Все. Больше ничего делать не надо. Добавление символа A закончилось. Дальше мы добавляем символ B. Если переход по B нету, добавляем, 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 пока не найдем ту вершину, в которой есть переход по B. Возможно, мы берем в корень. Если там нет переход по B, добавим его. Вот. И вот, возможно, такая ситуация. Как раз, по-моему, к ней сейчас должны подойти. Вот, да, сейчас мы определим. Да, вот я уже рассказал. Шаг по факту. Обрабатываем вершины только типа 2. Прибираем суффиксные ссылки в порядке уменьшения их длины. Как только попали в вершину типа 3, просто переходим по символу, который мы добавляем. Шаг на этом завершается. Затем, добавляя следующий символ, мы с этой позиции, с текущей позиции, на которой мы остановились только что, добавляем новый символ B и так далее, пока не дойдем до того места, где этот переход по B есть. Там, где он есть, мы в этом шаге спускаемся по этому символу, и все. Больше ничего делать не надо. Остается вопрос, а что происходит, если символа B нет? Если нет вершины типа 3. Вот для этого как раз и нужно завести джокер. Потому что в какой-то момент мы можем переходить по символам типа 2. Переходим, 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 переходим. А символов типа 3 все нет и нет. Мы дошли до корня, и там тоже нет перехода по символу A. Мы его добавляем, и по алгоритму, если бы ничего специально не делали, он должен перейти по существенной ссылке и там проверить, является ли по некоторой существенной ссылке. И там проверить, есть ли там переход по A. Можно завести специальную вершину, по которой будет переход по ссылке из корня вот и сделать все возможные переходы из этого джокера в корень тогда у нас алгоритм автоматически заканчивается в вершине типа 3 мы перешли в корень если там нету нужного нужность нужного символа мы его добавили да это первый это первый раз встречащийся символ значит потом мы его добавили переходим по ссылке в джокер а в джокере уже есть все переходы по всем символам алфавита тогда нам не нужно будет модифицировать алгоритм чтобы отдельно обрабатывать ссылки корня ну кстати можно просто обработать действительно если мы в корне то сделать так то проблема возникает небольшая проблема только в том что кроме того что мы занимать занимаемся этими переходами по собственным ссылками из 1 2 3 из 2 в 3 то кроме этого перехода мы должны еще кое-что делать сами переходы не тривиальны здесь вот они нарисованы красными стрелочками но это не является но это на самом деле не собственные ссылки это может быть некоторые позиции да мы говорили об этом о том что мы находимся в некоторой позиции и мы здесь разламываем ребро чтобы добавить новый узел и переходим по собственной ссылке от позиции который это собственно ссылка для позиции не построена и мы сделали новую вершину для нее тоже нужно построить свою ссылку а куда переходить вот это интересный вопрос это на самая сложная часть алгоритма пуккина сейчас мы не подойдем она называется быстрый спуск сейчас мы к ней вернемся давайте кусочек всегда код обсудим хотя не такой же псевдокод вот такой вот у нас есть строчка с мы в самом начале создадим джокера и корень текущую позицию до нас есть какая-то текущая позиция находится мы находим сейчас есть некоторые условно действительно что мы находимся в корне у нас допустим мы считаем что у нас не ребро сейчас а здесь не очень хорошо написано что такой позиция здесь не раскрыта но это на самом деле либо промежуточные вершины либо ребро с с шифтом давайте считать что 0 если shift 0 то наш минахонцев прижуточные вершине так вот и дальше просто постепенно добавляем все символы одновременно символа да самое интересное символа сводится потому что мы находимся в некоторые позиции да эта позиция на нас сохраняется вот эту штучку это вот позиция current post она у нас общая 1 до на все добавления символа у нас сохраняется после добавления символа когда мы спустились по очередному символу а мы ее это позитно начинаем с этой позиции добавлять очередной символ б вот если у нас был была некоторая предыдущая позиция да давайте начали пока него что мы должны сделать мы должны добавить значит если нет перехода по новому символу по символу а то мы должны добавить новое ребро от текущей позиции здесь будет внутри этой функции это нужно будет его разломать сделать новое ребро которое начинается с текущего индекса до бесконечности это будет так называемые вершины типа 1 прилинковать к разломанному ребру это новое и вернуть ссылку вернуть позицию текущую текущая позиция она обновится потому что она была раньше на середине ребра а теперь будет промежуточной вершиной и вот из этой промежуточной вершины из current post надо будет построить свой вкусную или ссылку вот если здесь дальше и да если мы уже на самом деле не первый раз добавляем вершины типа 2 то надо для предыдущей позиции установить эту самую существенную ссылку на самом деле сделал сейчас разлом сделав здесь где-то разлом нам изгенерировали новую позицию которая должна стать собственной ссылки для той моей позиции которая была здесь может быть такая ситуация что здесь вот мы не можем сразу поставить свой вкусный сумму потому что она возможно пока еще ведет в промежуточную в середину пола ребра ну вот значит текущей позиции начну обновили поставили собственную ссылку установили собственную ссылку если нужно для предыдущей позиции обновили предыдущую позицию потому что нам нужно запомнить и построить для current post собственную ссылку в следующий раз когда мы либо разобьем либо сразу придем в вершину типа 3 и здесь выполняем так называемый быстрый спуск нам нужно научиться перескочить по этой красной линии которая была на картинке найти для текущей позиции которую мы сейчас разломали существенную ссылку это называется быстрый спуск сейчас его обсудим вот самом конце когда мы дошли по быстрому спуску до очередной вершины в которой есть переход по нашему символу возможно это джокер все мы больше ничего не делаем мы нам нужно только перейти вперед нам нужно поставить ссылку она здесь всякий раз обновляется да это возможно был был корень и мы у него опять одна ссылка на джокер ничего страшного вот и дальше самый конец шага алгоритма это просто спуск спуск 11 гол по символу мы возможно находились сейчас в вершине типа так мы находили сейчас в вершине типа 3 спустились и все и остановились мы находимся не точнее не в вершине типа 3 позиции типа 3 мы спустились по символу а и сейчас где-то на кончике новая позиция нам надо сохранить чтобы в следующий раз доволение символа началось уже с этой позиции давайте теперь про быстрый спуск на быстром спуске нам нужно построить эти вот красненькие переходы у нас есть текущее какое-то ребро абракад и мы отсюда хотим построить переход соответствующую строчку но что у нас есть у нас единственное что есть мы находимся на текущем ребре мы знаем это ребро мы знаем откуда начинается она начинается из некоторой вершины эта вершина точно не джокер значит у нее есть суффиксная ссылка куда-то тоже впринжилочную вершину по той линии которую мы доказывали значит из нее можно спуститься и можно спуститься ровно по тем же самым символом который находится на этом же ребре да потому что это суффикс и там есть значит символ абракадаба но возможно они не лежат не на одном ребре возможно они лежат на нескольких ребрах там уже все разломано возможно это ничего страшного все хорошо но по ним нужно спуститься насколько надо спуститься мы можем мы знаем что здесь мы знаем координаты этого ребра относительно в исходной строке поэтому по этим координатам проверяя символы выполняем спуск спускаемся вначале там по абре спускаемся там пара р а потом так далее пока не спустимся на нужное нам количество символов спустились на к символов все остановились это будет та самая новая позиция для которой мы должны построить суффикс на ссылку вот это ребро мы разломали построили здесь ответвление от и до бесконечности запомнили эту позицию что в следующий раз когда мы сделать быстрый спуск когда мы разломаем здесь ребро или возьмем промежуточную вершину чтобы заполнить эту суффикс на ссылку все быстрый спуск сводится к тому что мы здесь разделяем ребро строим суффикс на ссылку и приходим по ней используем суффикс на ссылку начало ребра время работы ну вот самое интересное в оценке это стоимость быстрого спуска один быстрый спуск это цикл по вот эти вот самым излом сколько таких изломов их может быть довольно много да и кричит операции может быть много но их количество она меньше чем этот вот shift сдвиг внутри позиции за их позиции относительно ребра здесь здесь к то количество действий которые мы здесь делаем будет не больше чем к и новый shift новый shift он будет меньше чем старый меньше ребра чем старый минус количество ребер которые мы здесь прошли то есть количество переходов по этим ребрам для быстрого спуска оно меньше ребра чем разность шифтов вот поэтому можно считать shift потенциалом для быстрых спусков потому что сумма вот таких вот переходов по излом она меньше ребра чем разность шифтов а добавляется shift у нас всегда только на единичку только при добавлении одного символа это один один раз за за один от символ происходит вот можно его рассматривать в качестве потенциала можно рассматривать в качестве потенциала просто расстояние от корня до текущей позиции этот потенциал он будет полезен и для потому что кроме быстрых спусков кроме быстрых спусков у нас еще есть переходы типа 2 эти вот переходы из вершин типа 2 себя же и там соответствующие разломы они тоже требуют время количество времени которое требуется на суммарное количество переходов оно меньше верно чем текущая глубина потому что каждый раз когда мы переходим из позиции 2 позиции 2 у нас общая глубина уменьшается ровно на единичку поэтому количество вызовов таких фасстрайдов она меньше либо равно чем разность глубин на которой мы находимся вот плюс 1 потому что в конце работа мы добавляем добавляем один спуск вот поэтому потенциалом правильно считать все таки общую глубину ну вроде бы все это да все время работы линейная размер дерева линейный наверное сегодня все вопрос есть ну ладно все тогда спасибо до свидания до свидания до свидания